здравствуйте добрый вечер всем на канале нтв в прямом эфире лига чемпионов роттердам стадион the cape в переводе это означает котел а что переводе означает то что говорит кристиан гиан я не скажу потому что не знаю как он говорит он родом из ганы там говорят по-английски там говорят на местных африканских наречиях он несомненно говорит по-голландски он молится фиенорд и спартак две команды которые многое роднит ну безусловно их роднит то что в обеих по 11 человек на поле это роднит вообще практически все футбольные команды по крайней мере на стартом свистке вы видите состав спартака я обращу ваше внимание на то что на месте последнего защитника играет сегодня к хабер жива надзе известно известно обстоятельства травма дмитрия ананка ну вот метрецкий сегодня играет слева не знаю чем это вызвано в большей степени тем ли что пора давать поиграть в виде чемпионов молодым на которых дальнейшем будет некоторая надежда или же тем что еще и левый защитник кебе или кебе по-разному говорят тоже сюда не приехал из-за повреждений составах поговорим чуть позже пока я хочу развить мысль о том что же эти две команды роднит они обе красно-белые разумеется фенорд сегодня в голубом просто потому что две красно-белые команды одновременно на поле невозможно две эти команды могут считать сезон битве чемпионов для себя неудачно две эти команды находятся в очень похожем практически в одинаковом идентичном положении но совсем идентичного быть не может потому что уже был первый матч и он не может принести командам одинаковые дивиденды в остальном и у тех и у других по два очка после пяти матчей и те и другие максу на что могут претендовать это кубок уэфа и те и другие для того чтобы попасть в кубок уэфа в принципе должны побеждать ничья вообще скользкая не всякая ничья не всякую из этих двух команд устраивает ничья скользкая сегодня вдвойне мало того разница мячей забитых в рабочих команд совершенно одинаково и как я уже сказал обе команды могут читать свою лигу чемпионскую баталию в целом неудачной но есть одно очень важное различие я думаю что его нет вот я убедился в нем только в наличии только то тогда когда мы получили картинку из роттердама со стадиона декей вспомните пожалуйста последний матч спартака в москве и количество зрителей на трибунах посмотрите сейчас вот это и есть различие если вы думаете что я имею ввиду отношение болельщиков команде пресловутая вы наверное заблуждаетесь я имею ввиду не его а я имею ввиду оценку этого выступления вот этими самыми болельщиками для вас работа метро василий уткин и теперь о составах команд московский спартак вратах максим левицкий первый номер в обороне мжеванадзе либеро перед ним кофтун второй номер у мжеванадзе номер 19 и сегодня у него дебют в основном составе московского клуба слева играет игорь метрески номер двадцать девятый справа играет дмитрий парфенов номер восемнадцатый полузащита в центре виктор булатов восьмой и егор титов девятый слева эдуард цих министрук номер десять справа василий баранов номер семь в атаке владимир бесчастных номер одиннадцать и ропсон номер двадцать четыре просто ропсон луис до сила главный тренер команды олег романцев феянорт в воротах эдвин зутебир номер первый второй номер кристиан гиан третий номер томаш ржаса шестой пол боссфилд капитан команды 10 номер юн даль томасон четырнадцатый номер шин джи о но пятнадцатый йохан эл мандер 17 патрик пауэ двадцатый ферри де хан 23 номер бред эмертон и 26 номер питер коллен главный тренер команды дэрт ван марви судит матч арбитр из италии грациану чезари а ему помогают джованни стеваната и аньело димау ро судья в резерве матео трефолони и вот не могу не остановиться забавной подробности второй только матч части российских команд я комментирую в этом цикле турнирном лиги чемпионов неудачным для нас я не имею ввиду что он неудачный потому что я мало работал вот отнюдь но тем не менее вот вы знаете две совершенно разные российские команды были локомотив и спартак тогда и сейчас первый и последний матч совершенно разные страны культуры судьи разные но один и тот же делегат уэфа трюгве борн спасибо ему что он сегодня с нами и теперь мы смотрим игру атакует феонорд брэд таймертон забегал штрафную после подачи 15 номера эл мандера и эти футболисты без сомнения сегодня будут привлекать наше внимание в большой мере потому что эл мандер заменяет сегодня дисквалифицированного пьера ван хойдонка едва ли не главную ударную силу в последних матчах феонорда ну и заменяет в общем-то не без успеха вы знаете в матче чем это голландии в прошлом сезоне в частности когда он впервые начал играть за феонорд этот футболист который молодой совсем 20 лет ему который пользуется в голландии неплохой репутации произвел впечатление такого пижонистого юноши который говорит вот подождите дайте мне срок я стану по-настоящему осморгом тогда я может быть начну играть футбол вот в этих последних двух матчах где эл мандер было понятно что он заменит ван хойдонка сегодня и заменил уже его в матче с баварией вот в этих матчах эл мандер показал себя работящим человеком который понимает что от него требуется и поэтому сегодня давайте за ним посмотрим йохан эл мандер 15 номер в общем даже степени надежда местного футбола ну и еще одна важная деталь состоит спартака нет ряда основных игроков причина тому травмы в основном дисквалификации тоже вот ну а у феонорда очень много больных недолеченных и травмированных но практически все они вышли сегодня на поле вот и на полотоку это к нему не относится опасный момент и счет становится 1-0 если только не было офсайда но его не было потому что иначе йону том доль томасону уже давно бы объяснили что пора остановиться 1-0 феонорд выходит вперед ликует тот ликует то самое отличие феонорда от спартака многотысячная давайте посмотрим развивается так вот смотрите уже три игрока феонорда фактически против одного мжеванадзе остается здесь спиной к этому к этому всему стоят защитники спартака остальные вне игры мы видим сейчас нет можно очень и очень с большой так сказать что может быть может быть судья который очень любит разнообразные трактовки мог бы прицепиться ноги по крайней мере были совершенно точно в худшем для спартака случае приняв лучшими спартака случае на одной линии вот так неудачно начинается игра и феонорд выходит вперед 1-0 после удара йона доль томасона одного из тех эти недолеченных которые вышли сегодня на поле вы знаете сегодняшний матч не будет посвящен разбору неудачи спартака в лиге чемпионов не будет посвящен почему я объясню позже мы будем сегодня просто смотреть футбол правда я обещаю что по ходу матча я обязательно расскажу актуальный анекдот будем надеяться что быстрый гол заведет спартак но вообще-то это обстоятельство конечно очень неприятно потому что психологические последствия всегда могут быть разными сначала увидите говорить о них можно только как об более или менее вероятных но предпосылок мы не видим вот а то что спартак безусловно неважно готов физически и к концу матча сил не будет оставаться все меньше мы это знаем наверняка и поэтому отрицательный баланс счете уже к сам начале игры очень и очень неприятный симптом упал дмитрий парфенов а вот бросает имени феонорд ржаса играет по моему на элмандера да это был он показывает себя снова работящим молодым человеком пытался сыграть в касание ну безусловно взаимопонимание элмандера с другими игроками оставить желает лучше вообще очень интересно как они сегодня будут взаимодействовать с даль томасом потому что даль томасом любит действовать из глубины не на самом острие придачу еще не очень хорошо готов без сомнения физически просто болел ну и элмандер наоборот он стремится он тоже стремится играть вот в этом самом качестве и в чемпионате голландии он играл в паре с ван хо и донком который тоже любит сновать и меняться местами вот интересно как сегодня элмандер справится с ролью ударного форварда или же как томасу не удастся эту роль время от времени хотя бы исполнять это пол босфилд на ваших экранах один из лидеров фейнорда игрок сборной голландии невезучий из утебир ропс он пытается прессинговать чем довольная фейнорде почему пусть он сначала потеряет мяч босфилд пасует на эмертона эмертон очень энергичен против его метрески опасно подача была неважной эмертон следовало пасовать ниже потому что только на опережение можно было закончить голым игрой эту атаку ближайшие два дня такого рода игру будем называть в стиле максима бузникина эмертон снова элмандер один впереди снова он практически без присмотра пускает мяч опасно даль томасон и не очень удобно было ему бить мяч был в самых ногах практически в ногах из-под себя этот удар даль томаса наносил и прицельным в дальний угол он не получился левицкий не засуетился молодец ноги были готовы и в такой ситуации поймать мяч было делать вы смотрите еще раз пропускает мяч доль томаса на видите он под право не даже не то что под ним мяч они ходил под левую ногу у него правая рабочая и было неудобно можно может быть стоило здесь ударить на силу дольтом я надаль томаса ну но скорее об этом уже рассветленном случае поздно эмертон играет назад и вот видеть как на него рассчитывают да это питер коллин один из молодых игроков феянорда он играет справа может играть в центре поле может играть на правой бровке пока мы совершенно не видим шин джи она феновского японца феянордского точнее в слове феянорд две буквы о это нужно запомнить как то что в слове алюминия 1 l из частных ян хотя довольно неожиданно для меня что гиан играет в центре поля фактически вообще-то этот правый крайний игрок опасный момент удар опасным то что баранов он же издалека бьет хорошо правда иногда титов смотрите сместился на место баранова встретил там соперника парфенов бросается в подкате но очень медленно шин джи она от него спокойно достаточно ушел разыграли там от оставшегося одного спартаковского игрока голландцы и смотрите томас он снова был один штрафной только паз вышел не очень точным видимо не поднял голову вообще видимо не очень часто поднимает голову а поскольку играет составе стартам он не часто значит вслепую он действует не столько по заученной схеме пошли не может хорошо знать сколько просто на авось и это пока играет на спартак так вы знаете вот поменялись местами метрески и кофту я очень за них рад поэтому метрески перешел на место последнего защитника конечно об ошибке на живо надзи персональный я бы не стал говорить когда сбивался гол потому что там изначально очень небрежно действовали все спартакты роман это вышел вперед тоже вот но его партнера бросили своих подопечных находясь с ним фактически на одной линии желанадзи не мог один против трех сыграть успешно и другое дело что конечно здесь еще и согласованность командовать нужно партнерами последним их защитников часть сток на левом фланге с мячом подачу штрафную злитобир забирают вот чего никогда не мог понять это не применительно спартаку его не удачу мы вообще вот почему в нашем футболе как-то не принято нападающему бежать на ближнюю штангу на опережение играть вот будник он вчера это сделал но тоже он это делает очень редко и про вчерашний же матч очень часто монтировал этой обязанности вот в частности владимир бесчастных и практически всегда такую один человек по центру и для того чтобы мяч до него дошел нужно чтобы он фактически миновал ноги защитника это мой возможно только в случае ошибки нет всегда было непонятно смотреть чемпионат любой практически страны на ближней замыкают кто-то обязательно это не претензия к бесчастных это претензия скорее всего по просто непонятно почему нас там не делают цепни струк робсон внимательно играет большие морда спартаку не хватает скорости скорее всего не хватает мотивации в то что сейчас именно не хватает сил и резкости я не поверю хотя о том что спартак неплохо отметил свое чемпионство я догадываюсь потому что как решить чемпионство и отмечать колин ян ян янг центре обороны неожиданно значит дыхан и диан янг невысок впрочем дыхан очень мощен ван марвик мог поставить в принципе на это место и пауэ в возможно дьян не может играть центре поля а возможно просто не хочет когда спрашивается больной босс вуду который что не было температура остался бы в центре поля вместе с другом который не имеет опыт игры на этой позиции посмотрим прав был ван марвик или нет я больше говорю фейнорде просто потому что ситуация спартаку мы в большей степени нас вами известно и честно говоря войти о проблемах спартака в этом сезоне и вообще говорить о спартаке вот опять почему я не хочу анализировать причины неудачи все что ломиться в открытую дверь что не скажешь все уже сказано было хотелось бы чтобы наконец что-то было сказано изнутри команды именно такое аналитическое и просто объясняющие пропсон пятки что оставляет мяч это снова разыгрывает его с их мист руком а вот с их мист рук кажется не очень понял что требовалось и вот гол блестящее блестящее владимир бесчастных сравнивает счет и делает изображение на тобой идентичным своему персональному номеру дали пробить попал вот как это можно назвать молодец что сделал это быстро решительно вы слышите что стадион замолчал и шумят видимо только болельщики спартака приятно их слышать посмотрим еще раз как это было до увидел что можно пробить и пробил тянулся за мячом получилось попал здорово браво 1 1 ну вот у нас появляются некоторые надежды атака феянорда 0 томас она здесь поптун напомню ситуацию в нашей группе она довольно забавно потому что сегодня разыгрывается первое место почему то ничего не значит и разыгрывается второе место команд борющихся за первое и за второе место одинаковое количество очков одинаковая разница в обычных мячей то есть это означает что теоретически в случае если сегодня в матчах между ними повторены счета которые были в первых играх могут быть могут бросаться жребий то есть хотя впрочем нет конечно извините как раз я хотел в этом рассказать и объяснить одинаковое все кроме количества забитых мячей по этому показателю спартак опережает феянорд и бавария опережает спартак таким образом сегодня за атакой эмертон боролся там с ним до конца кухню эмертон нельзя как его обезвредил движением руки раз посохнил между своей командой нарушения правил не было боссфилд цехниструк в подкате ропсон неважно где набор смотрится спартаковцы по крайней мере в этом эпизоде эмертон и ошибка так вот сегодня спартак устроит победы с любым счетом и ничья 2-2 или крупнее 2-2 это счет в москве при том что спартака на один добитый мяч больше повторение на спорезультата его устраивает ничья 1-1 в пользу феянорда потому что в этом случае по личным встречам считается 11 в пользу феянорда ничья 0-0 ничья уже не будет поэтому не говорить вот феянорд устраивает либо точно который сейчас либо победа все спартак устраивает любая ничья кроме 1-1 или победа так что видите в этом матче у нас интрига достаточно многоступенчата ну и кстати в принципе если любая из команд идет в один мяч это означает что ясности нет до последней минуты что у нас тоже вполне устраивает мы хотим смотреть интересный напряженный футбол боссфилд дэхан ропсом не успевает его накрыть чем же она играет с патриком пауле как пауле хорошо двигается опасный момент вне игры было элмандер гол а что там волк там волк мне кажется сейчас снова в позиции последнего защитника оказался хабер мажеванандзе молодой грузинский футболист дебютирующий сегодня в основном составе не думаю что когда любви было какой-то обстановки да это был он это был именно мажеванандзе он расположился неправильно и я думаю что ответственность мажеванандзе разделяют игроки средней линии спартака потому что пауле никто не встретил как той самой ночью так 21 в пользу фейнорда ну и это и это у нас всего лишь 16 минуте матча 18 ну 18 минуток в игре 5 если в итоге будет забито 15 мячей ну что ж это будет рекорд лиги чемпионов то же событие эмертон баранов отыгрывает мяч булатова ржаса сыграл с она и побежал вперед опасный момент ржаса выходит один на один но по флангу элмандер и повезло как спартаку а да я бы все-таки первопричины этих проблем считал не каком живанадзе в центре обороны а то что все это были атаки схода больной фейнорд лучше уставшего спартака во всяком случае пока это стихотворение я обещал огонь тут еще будет левицкий выбивает мяч вперед и частных и очень технично сзади но без нарушения правил и не опасно опытнейший босс фил сыграл удивительный игрок в 30 лет практически дебютировал сборной своей страны и стал там одним из сынов игроков потому что сборная голландии еще на этой позиции еще прямо скажем белому человеку всегда было довольно сложно в последние годы это вовсе не расизм это просто будет потому что лидеры сборной голландии в основе в центре полузащиты и практически все они темнокожие не трески вперед из частных не допускает мяч в общем угловой не совсем упускает это можно сказать и не побежал двадцатая минута пока у нас мячи забиваются каждые шесть минут следующая шестинутка истекает двадцать четвертой минуте вместе бросаются на один мяч голландцы вот может быть хоть вот эта мотивация но это было бы слишком банально и некому побороться за тиксанувший мяч в трофной голландцев от наших снова шумят трибуны двенадцатый игрок фенорда вы знаете это расхожая фраза в данном случае в этой команде предметает полное вероятное значение в фенорде нет и очень давно уже нет видимо никогда не было двенадцатого номера в завершен списке двенадцатый номер зарезервирован за болельщиками команды это записано сейчас не устав но какие-то правила наверное вот сейчас вот к вопросу о последнем защитнике да дмитрецкий вышел вперед а коптун и по моему парфенов остались все-таки за его спину решайте сами кто виноват я думаю что виновата все-таки проблема в организации обороны как таковой ничьи это персональная вина вот тут тоже ропсон сыграл на пары на булатова тот не пошел гьян боролся здесь алмандер смотрите какой он подвижный парень а сейчас довольно опасно играл но благосклонный к нему включить судьба оказалась он не попал по ноге нашему футболисту бесчастных эмиртон смещается это сразу же по левому флангу пошел вперед колин смотрите какая какое взаимопонимание в фенорде вообще команда сейчас очень конечный футбол играет в первенстве голландии из баварии она сыграла в общем хорошо хорошо готова мы помним рывок пау мы помним рывок ржасы изначально это было разыграно с шинджи он и как в котором играет на левом фланге то есть они поменялись местами сейчас вот эмертон свалился в центр и тут же по правому краю вперед пошел колин это притом повторяю что в общем фенорда проблем не меньше чем у спартака правда он находится на другой стадии сезона это своеобразие положения вовсе не преимущество на данный момент капитаны пожарят и другу руки томасон он так любит играть блата вступил в борьбу и в общем-то не без его усилий мяч отобран ропсон титов по-моему бесчастных был в офсайде на мяч у зутебира вопрос отпал титов играл в общем-то не на него а на ропсона кого-то мяч задел и покатился вперед покатился не туда ржаса ну что я пока мере помню играет впервые сразу на таком стадионе цепь не струк баранов вот он вот он касание набулатова баранов центр опять на флангах интересно и удар так ну 24 минута понимаете к чему я клоню но пока гола нет а а Томасан остается с мячом Ходит штрафную и удар бросается ему в ноги Мживанадзе Молодец, это Акина Цзизи был Парфенов Жалко, что не Мживанадзе Хочется его похвалить за что-нибудь Титов, мяч впадает в руку Несомненно, это штрафной Да, конечно Потому что, может быть, это и не было умышленным Но прервана атака Несомненно, да Вот Чезари тоже все понимает Он не собирается показывать, кажется, Титову желтую карточку Я, во всяком случае, на это надеюсь Прервана атака, видите Нет, мне кажется, что Титов не играл рукой Он просто бежал Но атака прервана А это очень опасно Потому что, вот, хотя Пауэлл, похоже, будет скорее подаватчими Но у него сумасшедшие силы и точности удар Правда, по такому разбегу непонятно, как он это реализует Удар по воротам, да Ну, в общем, подтверждает, правда Сильно крученый В теннисе такие удары называются топ-спины Многие футболисты с чем только не сравнивают Не знаю, сравнивал ли они до сих пор с ракетками Но у Хау не продается Какой крученый мяч, видите Эммертон Отличный футболист, кстати, запомните его имя Он австралиец Не знаю, будет он играть в Италии Но то, что он в Англии не затеряется, это совершенно точно Вот подлинный такой фланговый игрок Челнок С одинаковым успехом играет и защитника, и нападающего Сейчас в Финорде его стали использовать ближе к атаке И это очень разумно Он так играет в сборной Австралии При этом он очень мощный Он умеет забивать Заметьте, ведь фланговые игроки очень редко забивают Потому что обычно изначально функциональная задача Доставить мяч в атаку Я помню, как удивился, когда Начав комментировать давно-давно на ДВ плюс чемпионат Испании Многострадальный теперь уже Удивился, что вот Казалось бы, едва ли не самые незаменимые игроки в Барселоне На протяжении многих лет Крайние защитники Серки и Феррер Помните, у Круифа они играли в команде И потом еще достались Фангалью по наследству Потом Феррера продали А вот Серки играет до сих пор Вот, посмотрите, оба провели в команде По 4-5 сезонов И забили только по одному мячу А почему? А потому что задача в первую очередь доставить мяч Они подают, они не бьют эти мячы Вот Эмертон в этом смысле исключение Он еще и вингер, в общем-то Булатов Титов, Булатов успеет Очень хороший пас Бесчастных, молодец! Вот разыграли, вот это Спартак На 26-й минуте матча Даже уже 28-й Разыграли великолепно Вот это со вкусом Это правильно, это грамотно Трудно было, несомненно, попасть Потому что не прямо против ворота Бесчастный в данном случае находился, но Он опередил защитника, он пробил Попал был бы гол Но ему немножечко повезло в прошлый раз Потому что Тарк получился просто гипернацелен Цехмейст рук Бесчастных Титов Баранов бить! Ну так вот, наконец-то Элмандер У него уже трое А почему так все сбудились-то? И вот он пас на Томасона Чуть-чуть замешкался Томасон Он, наверное, не ожидал, что перед ним успеет возникнуть Спартаковец И уже Вдруг Не был готов к тому, что нужно будет обыгрывать Бесчастных Отжал его Гиан Был довольно быстрый Титов И чуть-чуть неточный пас Чуть-чуть у нас уже не считается Собственно, нигде не считается Ну, по губам все видно Я, к сожалению, не могу это повторить в эфире Я уже говорил, что не хочу анализировать Выступление Спартака в нынешней Лиге Чемпионов По-многому еще и потому, что это сделают без меня Есть кому это сделать на канале НТВ После окончания матча смотрите Программу «Третий тайм» Савика Шустера В программу, кстати, приглашены футболисты московского локомотива Марат Измайлов, Руслан Нигматуллин И Юрий Семин Не знаю, придут ли, но приглашены Живанадзе Хватают его Элмандер очень старается И в этом это тоже проявляется Паркенов Титов Ударили по ноге Титова Если я этого сразу отмечаю Павловый грязноватый футболист Ну, собственно, таким и должен быть центральный полузащитник Баранов Отборолся Ржаса И это он Япония в крепкую, кстати, в сложение Говорят, хорошо видит Поле Но когда его купили, естественно, как это всегда и бывает Поскольку, когда покупают японцы Сразу стали говорить, что Фирмидо просто нужны спонсоры из Японии Это же выгодно, понимаете Иметь японского футболиста Вот Но оказалось, что он неплохо играет в футбол Что особенно интересно Он неплохо видит поле И очень умеет сыграть в пас А при этом его ампуа называется нападающий Так его формулируют в заявочном списке Почему не только в Голландии, но и в Японии У меня, знаете, после того, как я посмотрел игру сборной Японии На Купе Конфедерации Еще несколько раз видел В этом и в прошлом сезоне Вот вроде бы такое большое количество игрок Которые реально умеют играть в пас И при этом игра сборной Настолько она беготная, я бы сказал В большей степени Меня эта мячка удивляет Впрочем, она просто немножко сырая И он согласится к чемпионату Делал это хорошо Подает Пауэлло В прыщат, бывает, мяч не видел Кто? Хочу, чтобы это был Мжуанадзе Робсон идет вперед Пас на бесчастных Боюсь, что Гиом бегает быстрее Да Зутабир Пауэлло Босфилд Спартаковцы совершенно не присыдывают в центре поля И я не думаю, что это недостаток этого матча Это скорее трезвое понимание того, что это невозможно сейчас В этот момент сезона В этот момент вот именно этого сезона Мжуанадзе сейчас нарушил правила Борис, Борис, давай Все получится Ох, как здоровый будет мяч Извернулся Глата в Босфилд Оно Что вне игры Ну, хоть и не исключено Получал мяч, он уже в правильном положении Ну, а где он был, когда ему отдавалась передача? А может, даже и не он Кстати, если бы человек, который был в офсайде, был по центру штрафной И пусть пас он, он уже может в касаниях туда перевести А ситуация изменилась А атака пас на он, уже этот пас, возможно, подразумевал Все это на усмотрение судей нам не показали Но и бог с ним В конце концов, это вне игры в нашу пользу Нам хватает чего анализировать вообще Без этого эпизода Штрафной Митрески исполнит Бесчастных, головой неплохо Робсон боролся Вот у кого сил вагон Правда, почему-то он расходует их в чайную ложку Митрески Ну, подлинный пас Нетипичный без Спартака, правда? Но по-другому нельзя играть Потому что в средней линии Кинода сегодня сильнее Вот так сыграли Здорово, Робсон Отстаем, ребята Отстаем от графика Пора, пора уже забивать Ох, как Вова Умеет же Конечно, Спартак узнаваем Временами мы видим Тот Спартак, который мы знаем Тот Спартак, который силен Спартак, который иногда нас радует в виде чемпионов В иные годы Но это узнавание Примерно как В близком друге или родственнике Пошедшим на поправку Как будто узнаешь знакомые черты Но Думаешь, вот сквозь что-то Их идешь Сквозь болезнь И ее последствия Не знаю, что еще Или в старом человеке Узнаешь молодого Как я давно был молодым Опасная игра Несомненно Жванадзе идет головой на этот мяч Элмандр идет на него ногой Небо отчего болеть Несчастных Опять пятый В руку мяч попал Несомненно Но в данном случае Пенальти давать, конечно, нельзя Пенальти это неадекватно Наказание Игры рукой там не было Это абсолютно точно Там как-то не было и пенальти, наверное Потому что Хотя нет На штрафную гучу Угловой Здесь это вполне адекватно Что такое Систок прозвучал раньше Это точно Спокойнее Играть еще Она В бильярде называется Сиволичок Госфилд Так Спартака здесь никого нет Опять говорю Слава Богу Силу нужно расходовать Экономнее Не нужно ввязываться В обмен ударами с соперником В том, в чем он силен Розыгрыш на коротке Взаимопонимание По крайней мере Двух-трех игроков Спартака впереди Сегодня уже достаточно действия наружу Фейнорт Выбудет сегодня Смотрите, Эммерт На месте центра фору Доказалось Фейнорт сегодня Очень неплох Но, тем не менее Это команда Которая испытывает проблемы Проблемы, которые Так иначе сказываются И центр обороны сегодня Крис Гьян Фериде Хан Это вовсе не Та связка Ну, не знаю, что там было На общем плане Если вы здесь крупный Лезиноборство Может быть, я взял Семь, чтобы статус Извините, о заговоре Судей против фасистской команды Говорить не хочу Возможно Следует сопоставить Попадание мяча в руку Колина И попадание мяча в руку Титова Мне кажется, что разница в том Что с Титовым Случилось за пределами штрафной Везут виной ситуации Колин, в общем-то Уже отвернулся от мяча А Титова теоретически Заподозрить в игре рукой Конечно, было можно В пенальти неадекватное Наказание за такое нарушение В кавычках Штрафное наказание Вполне адекватное Опять-таки У Колина руки были практически Прижаты У Егора Ну, я думаю, что Наверное, в третьем тайме Как всегда Который у вас сегодня ждет После прямой трансляции На канале НТВ Найдется эксперт по судейству И, наверное, он разберет Отказать лучше меня Вот я изложил свои соображения И, в сути, книжка Разные эпизоды По механике, согласитесь И по положению на поле Очевидная пауза в игре Пора бы ее уже прерваться Везут оберегает вперед Эммертон вездесущий Вдвоем справились с ним Чистый подкат Кохтуна Мы с вами видели это Мы не зря прожили вечер Шопсон Ну, как куда же Ну, с кем это была игра-то? Жованадзе Молодец Ржаса Пожалуй, что нарушение Ну, а Чезарь был рядом Итальянский чемпионат Давно уже не улучшен Итальянские судьи Итальянские вратари Как класса, как категория Безусловно, лучше Эммертон подал С правой ногой Своей на левый фланг Побежал подавать Правильно Булатов А вот направо увидит Как это обычно не переводит Мальченко переводит Слева Титов Замедлый Грукстов Но он взял паузу Потому что Быстро так уже не получилось Надо спокойно формировать Новую угрозу Вот другое то, что Как вот сейчас быть Нарушение правил Боссов А интересно, правда Что два капитана Встречаются друг с другом Почти в каждом наборстве Ну, в силу позиции Которые они на поле занимают Ковтун Снова Ковтун О, хороший подкат Мжаманадзе И не подобрали партнера И побежал вперед Пауэ Идет дальше Митрески Ну, этого с места Так просто не сдвинешь Ушел влево Пауэ Левая нога у него Рабочая Но не фланговый игрок Что будет делать дальше Без скорости Ему трудно обыграть Главой будет зарабатывать Нормально Пауэ Пауэ Конечно, пропал Игрок Высочайшего класса Совершенно Он Видим Не очень организованный Человек Просто Не смог себя заставить Когда-то Но подавал На колоссальные Совершенно Надежды Видение поля Любой пас Удар у него Сумасшедший С любой Пропускной кошки Опасно Как сейчас Жванадзе Томас На заманчиках Не сдернул Никто и не видел Элмандер видел Кто же ему поверит Он же еще не памятник А вот Здесь Овсайд был Здесь Пассивный Во всех смыслах Жванадзе Правильно Боролся Все защитники Делают Это Там была опасная игра Вот почему был свисток Микроскин Жванадзе Два шага вперед Два шага назад Уверенности Конечно Неоткуда взяться Не хочу я говорить О том Что Ну Спартак Сложная Оказалась Ситуация Действительно Вынуждена Ставить Таком матче Дебютанта В конце концов Никто не виноват Спартак Это такая короткая Скамейка Игроков Прошло Армейское Подразделение Через команду В этом сезоне И проблема Спартака Чему сейчас оказалось мало Давайте будем Затвичь своими именами И откажемся От философства Цитов Кохтун Жванадзе Ахникзиста Булатов Цитов Не струк Не важно Уменьш подработал Без частных Нет Это без частных Ферри Де Хан Тоже интересная фигура В составе Фейенорда Опытный защитник Никогда не хватавший Звезд с неба Частных Тоже не хватающий Не достает Хотя головой Играет прилично Здесь в Голландии В Голландии Очень высокое небо Звезды высоко Тоже Проблема местного футбола Новых звезд не появляется Но это ладно Де Хан Всегда был Где-то третий Может быть четвертый Центральным защитником В команде Он может играть И в центре поля Тоже Собственно Эти позиции Во многих Игровых концепциях Очень схожи Ну вот пришел Бертван Марвик Попутно покинул Команду Дэн Хонтерман Блестящийся Центральный защитник И вот Марвик Решил доверить Именно Де Хан И он его Не подводит По-прежнему Не прыгает Выше головы Ну и не падает Ниже Определенных Пределов Заканчивается Первый тайм В общем Все так Как и должно Было быть Я не имею ввиду Счет Я имею ввиду Расстановку сил Фейнорт Лучше готов Фейнорт Выглядит Сбалансирование Спартак Уповает На своих Удеров И уповает На Те кружева Собственного стиля Которые Проглядывают Все еще Сквозь Заношенную Достаточно Рубаху Надоевшую Такую рубаху Эту Неудачного До Спартака Сезона Семпионов До Спартака Это неудача Это неудача Это откуда Как красно-белый цвет Метерский Метерский Эммертон Смотрите Оба уже на месте Защитника Везде бывает Это футболист В сборной Австралии Будет играть Таковой матч За правой Играть На чемпионате мира С пятой Командой Южноамериканской Отборочной Группе И Вполне возможно Что Эммертона Мы увидим На чемпионате мира Я бы хотел Что во стрессе Там сыграли Уж более много Там ярких Исчета Точных игроков И Ведука И Кьюэл И вот Эммертон Это не гол Потому что Игра была Остановлена За это В принципе Можно получить И желтую карточку Левицкий Уже остановился Видите Но с другого Вот видите Опять Атака сходу Хорошо Судья оставил Свистков А ведь 3 в 3 Но Эммертон Разбегается Никто его не встретит Как той самой ночью В том самом Поле Итак 2-1 Фиенорд Впереди Закончился Первый тайм Даль Томасон Пятая минута Элмандер Восемнадцатая В промежутке Бесчастных На время отыгрался 1-1 На 14-й минуте Вот сейчас был Мы ждем Статистику Первого тайма Наверное Владение мячом Может быть Даже Спартак И побольше Нет Фиенорд Все-таки больше Удары Поворотом 5-2 4-3 В пользу Фиенордов Створ И не в створ 5-2 В створ Это плохая Разница Поровно угловых Фолов Больше совершает Фиенорд Потому что Это в большей степени В его манеру Игры вписывается Три офсайда У Фиенорда Ни одного Спартака Но если мы вспомним Что первый гол Фиенорд забил Из-за того Что Спартак С офсайдом Ложанулся То это конечно Будет не в пользу Москвичей Тоже сравнение Ну и Желтых Красных карточек Не было Уж и не знаю К чему это отнести Ну Вроде бы игра За важный бонус Кубок УЕФА Но Кубок УЕФА Такой турнир Что им Некоторая команда Позволяет себе И пренебрегать Исходя из иных Соображений Подчеркну Я ничего не имею ввиду Потому что Какие соображения На этот счет у Спартака Мне неизвестно Вот За сим Наверное Откланиваюсь И Мы вместе с вами Ждем второго тайма Мы снова с вами На стадионе The Cape Где вот-вот Начнется второй тайм Матч Лиги Чемпионов Но матч уже фактически За кубок УЕФА Между Спартаком И Фейнордом 2-1 После первого тайма Фейнорд впереди Команды появляются На поле У меня есть только секунд Возможно минуты Чтобы Все-таки Порассуждать на общие темы Я этим наверное Воспользуюсь Безусловно Неудачный сезон Спартака Но повторяю Говорять о Спартаке Все равно что ломится В открытую дверь Что не скажешь Все это сказано уже было И все эти слова Повисли в воздухе Возможно им там и место Но я думаю Все-таки что разобраться В том что произошло В этом сезоне Можно только изнутри команды А что-то все-таки произошло Потому что в этом сезоне Не было ни одного матча Где бы Спартак Показал свой футбол От начала и до конца Потому что матч Спартак-Зенит Матч за золото Был весьма острый сюжет Но очень средний По содержанию Кстати говоря Даже этот матч Оставалось надеяться Что Спартак Как блинный богатырь Стряхнется И покажет себя В нужную минуту Как что бывало Неоднократно Но этого тоже не случилось И удивляться этому Не следует Кстати если его вспомнить То перед началом Лиги чемпионов Вот того что Называется Это не недоброжелательная фраза Это просто так Сыто называется Вот Спартаковского понта Его практически не было То есть видимо Изнутри команды Все-таки все это было видно Жалко что Из этого самого внутри Мы услышим только то Что мы виноваты Мы это знаем Извините Спартаковцы Мы это знаем без вас Что вы не показали того Что в принципе могли бы Это известно Жаль что изнутри команды Раздается Только Уверение того Что все в порядке С некоторыми Даже я бы сказал Элементами пальцовки Хотя мы прекрасно видели Что два футболиста Спартака Ковкина Безродный Едва не подрались Между собой Просто на матче В Праге Вот И повторяю Не хочется смаковать Все эти подробности Просто-напросто Действительно что-то Произошло Наверное не фатальное Наверное Об этом может быть Даже не стоит Может быть И не Можно и не говорить Потому что Если он так заканчивается Сезонный сезон Не приходится Возможно он просто Был неудачным И действительно забыть о нем Как о страшном сне Но Анализировать строю Повторяю Это совершенно Невозможно Можно анализировать Только игру А игра у Спартака Получается только эпизодически Сегодня таким составом В воротах Левицкий Первый номер Оборона Ковтун Второй Живанадзе Девятнадцатый Метрески Двадцать девятый Парфенов Восемнадцатый Средняя линия Седьмой Баранов Восьмой Булатов Девятый Титов Десятый Цехмистру Приятно что подряд И атака Одиннадцатый Бесчастных Двадцать четвертый Робсон Главный тренер Романцев Фейнорд В воротах Зутабир Оборона Справа Ржаса Третий Слева Извините Слева Ржаса Третий Справа Колин Двадцать шестой В центре Гьян Второй Вот опасный момент Бьет издали Шинджи Оно Впервые он сегодня Это делает Шинджи Оно Японский Рейенер Четырнадцатый номер И не попадает Валу Давайте посмотрим Что здесь было Я увлекся Чтением состава А подбора нет Вот полузащита Опять куда-то ушла Полузащита Ушла полуиграть И так Ржаса Слева Колин Справа В центре Гьян Второй номер Он опять Перехватывает мяч И опять Не дает мне На том же самом месте Продолжить Чтение состава Двадцатый номер Ферри Дехан Еще один защитник Продолжим После того Как Фионет Разыграет Стандарт На который Получил право Это аут Оно Берется за игру Пауэ Ох Я скажу Пауэ 18-й Босфорд Капитан команды И на правом фланге Действует Брэд Эмертон Эмертон 23-й номер Два нападающих Десятый Томасон И 15-й Элмандер Главный тренер Бан Марвей Сидит Победа у него Уже сейчас На табло горит Поэтому все-таки Хотя Спартак Устраивает Больше Количества Вариантов Все-таки Наверное Фейнор Мы пока Признаем Фаворит Или лидером В борьбе За право Играть В кубке Уфа Титов Баранов Робсон Баранов Подача Там Гиан Прыгучий Гиан Цехнист рук Хорошо Хорошо На паузе И бить Ох Как здорово Браво Баранов Еще раз Но уже Не туда Ну наконец-то Цехнист рук Убрав Мяч Под правую Ногу Не ошибся Не в молоко Отдал А пробил И так здорово Зутабир Руки Поднять Не успел Где-то ты успеешь Смотрите Ну видите Легко Убрал Юного Колина Который Потерял Позицию И естественно Уже И справить Там ничего Не было Нельзя Потому что Он метнулся А на противоходе Обыгрывать Легко и приятно Титов Извините Это Булатов Безчастных Налево Цехнист рук Давай же Вау Зутабир Давай Тима Поаплодируем Потому что Это было сделано Очень хорошо Цехнист рук Делал все правильно Он не доисполнил Этот удар В принципе Перспективная команда У Спартака Правда Вот в этом сезоне Вот цехнист рук Правоногие На левом фланге Это же очень здорово Вообще Хороший футболист Но как-то Все не заладилось Второе Хочется знать Почему Просто потому что Сезон уникальный Просто потому что Хочется Разбираться Предметно Понимаете А не судачить О том Кто там Забронзовал И так далее Хорошая Интересная Была заметка Спортэкспрессе Написанная Игорем Робинером Детский мат Очень Интересная Действительно Заметка Только одно Вот понимаете Один недостаток У нее был Непонятно Почему газеты Пишут о спорте Ежедневно Пишут это На исходе сезона Неужели Тенденции не были Видны раньше Если действительно были А так хорошая Баранов Баранов Ну Баранов Баранов Так получается Думаю Что Вот сейчас Есть у Спартака Конечно Если это не очередная Пятиминутка Всего лишь на все Вот именно В эти минуты Есть возможность Что-то изменить Потому что Повторяю Потом Это понятно Это очевидно Так бывает все время Силы будут Меньшать Ржаса налево Оно Здесь слева тоже Сейчас с правой ногой Играет Попал Ковтор Демонстрировать технику Чем-то приходится Жертвовать ради красоты В том случае Мячом Я иронизирую На самом деле Конечно Вы знаете Что я еще хотел бы На чем хотел сказать Вот сейчас Ими как раз В эти минуты Когда у Спартака игра Получается Чтобы это не выглядело Безусмысленно Наверное Кого-то в следующем сезоне Мы ведь не увидим Составить Спартака Команда Наверное Будет обновлена И это ей действительно Необходимо Кто мы не знаем Во-первых Хочется Чтобы это было сделано По-людски А во-вторых Хочется поблагодарить Наверное Тех Кто Играл за Спартак Вот все это время На протяжении Последних лет Потому что Были замечательные Все-таки эпизоды Был хороший В целом Прошлый сезон Скажите Прошлый год А не прошлый сезон Лиги чемпиона Вот И были Эмоции Которые нам принесли Именно эти люди Я не буду никого Назвать по именам Потому что Не в каждом случае Хочется ошибиться Но Этих людей Хочется поблагодарить Подача оплаты Классная У Томаса Но нет К сожалению Третьей ноги Чуть-чуть Поздновато Прошла эта передача Без частных Можно забивать Зотобир ногами Играет И забирает Мять уже Руками Ну вот Хороший отрезок Сейчас правда Вообще Хороший отрезок Игры Вставать Показывает Парфенов Там было больно Другое дело Что Ничего ужасного Парфенов Не совершал А желтую карточку Получает Анбарка Что-то был Митреско Парфенов Конечно еще раз Нарушение здесь было Но мне все-таки Кажется Что Вот знаете На самом деле Вот Митреско Все говорят Что он Очень грубый Защитник Сравнивают Даже уже С Кофтоном В какой-то степени Но есть совершенно Разные вещи Знаете Вообще Совершенно разный Механизм Этих желтых карточек Вы знаете Я бы до известной степени Сравнил Митреско С Роберто Карлосом В чем Посмотрим Атаку Потом Сравнение А может вообще Не в этом матче Правда В конце концов В последнее время В Спартаке Если кого-то Сравнивали С Роберто Карлосом Ему это потом Оборачивалось Знаете Неудачей Но я Продолжу Что я имею ввиду Вот Роберто Карлос Игрок Который очень богато Одарен от природы Он очень резкий Очень быстро Иногда Вот В силу этой Быстроты Своей резкости В обращении С макновенными людьми Он Не сопоставляет Это Понимаете Вот бросается В подкат За мячом Который Укрыт Ногами Станет В принципе Понимаете Но при этом Он собьет этого человека Он этого просто Не успевает оценить Он настолько быстро Оценивает ситуацию сам Вот Так же и Митрески Он просто Одарен от природы Он очень быстро И резок В частности Значительно Настолько почти Что быстрее И резче Своих товарищей И соперников По чемпионату России Насколько Роберто Карлос Наверное В чемпионате Испании Вот Именно поэтому Он просто Немножко переоценивает Свои силы От того Что их у него много А вот Допустим Другой наш Рекордсмен По желтой качкам Копты Наоборот Человек Который Надеюсь У меня не обидится От природы Одарен Значительно меньше Вот Что он старается Компенсировать Трудолюбим Самоотдачей И поэтому Он все время Опаздывает Понимаете Потому что На инстинктах Видимо Играть ему Восточно Сложно А пока Он решил Что пора Делать подкат Его уже давно И не пора Делать А пора Уже Кить Боржон Вот То есть На самом деле Казалось бы Один и тот же Результат А Механика Получается Совершенно Различная И Мне кажется Что действуя Митрески На своем месте Но В Выстроенной Оборонительной Системе Кого бы ни была Велика роль Старального Защитника Либера Все равно Это делают Рук тренера В первую Болю И вся команда Важна Быть Частью Механизма Это должна Обливаться Вся команда Мяч Казанок Перекладив Это было Не очень опасно Вряд ли Были шансы Что он Следит С ворот Вот Митрески Наверное Прекрасного Почищал От ошибки А так он Вынужден был Постоянно Нарушать Правила Потому что Он оказывался Все за Которые Даже Для него Были Неподъемные Потому что Другого Ему Не оставалось И это Плохо Потому что Первый Сезон Он Заработал Собер Репутацию Который Будет Его Сопровать Еще Очень Долго А поскольку Он Ненаборство Любит Значит Наверное От нее Будет Сложно Отвязаться Но Впрочем Мы Немножко Отвлеклись От игры Она Кажется Снова Нет Офиг Не дает Нам Повода К себе Вернуться Кстати Митреск Еще Молодой Игрок Поэтому Есть Надежда Что Он Научится Соразмерять Свой Талант В Действительности Парфенов Видите Как в центр Тяжело Спартакол Баранов Вот тоже Человек Который Усил Вагон Вот Наверное Большая Благодача Спартака Если бы Те силы Которые Всегда Раслагают Баранов И Робсон Всегда Были Скажем У Титова И Булатов Булатов Егор Направо Робсон Подача Ох И неплохая Подача Была Кстати А Вова Опять За спиной Спрятался Защитник Оттуда Не всегда Удобно Стартовать Вот Вспомните Соличный Где-то 50 на 50 Бесчастных Получается А у тебя Попадает Пасы Бесчастных Поздно Заметил Что нельзя Робсон Отдавать И вот Бутли Сыграет Решат В первом тайме Хотя Удар Уносился Уже По-другому Бертван Марвик Добро Пожаловать В загольчик А вот Рядом С ним Лис Человек Это Пол Мэтгод Вот Если вы Помните Он был Одним из Двух Центральных Защитников Фейнорда Когда Спартак Встречался С ним На заре Еврокубковой Карьеры Нового Спартака Помните Самый Четверть Финал Кубки УФА Который Отложен Два Матча В Москве На один День Перенесено Движников На торпедах Матч Который Благодарен Хубер Черенков Мэтгод Играл Тогда Не игры Ну Наконец-то Получилось Дождь Пошел В Голанде Часто И Казалось бы Совершенно Беспричинно Идет Дождь Фактически Ни одного Дня Без Дождя Не Отходится Особенно Очень Заметьте Поле Какое Разве Скажу Что В этой Стране Часто Идет Дождь Я помню Своё обещание Скотельный год Спартак Элмандер Ну Вот Видите Живананзе У тебя Своился Человек Первые Минуты Было Ему Трудно Конечно Что-то Надо Попадеть Сыграть Расточку Было бы Неплохо Но Вы Знаете Далеко Не каждый Без Этого Не может Оно Санхо Ну Посмотрим Никто Не встречает Нет Просто Кому Устретить Ох Уда Да Ведь Левицкий Контролировал Ситуацию Пожалуй Что Только Очень Точный Удар Принес Бо Он Здесь Удачу Еще Один Прыжок Роксона Частных Хороший Был Пас Но Я Не Помню Кому Робсон Мне кажется Выпал Наверное Федерок Робсон Чичит Выпал Из Игры С другой Стан Он Был Спиной Шмон 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 ХД Вот Правда Что мешало Человеку Обыграть Чуть Раньше На самом Тебе Это Правда Хотя Был В том Самом Матче Со Спарту Выпустили Последних Нутрах На Замену Спокойнее Спокойнее Там Микрофон Хороший Стоят Вот Трибун Добавил Спасибо Пауэр Подача Ну Как на тренировке Дает бить Ну Как же Вот так С двух Ног Стоящему Человеку Нападающему Кадровому Дает Бить Штрафной И Не Перехвалишь Наших И Не Переругаешь Никогда Цитов Опять Пяткой Получается Сто Процент Сегодня Все Жаль Что все Все Нельзя Играя Как Зутебир И Левицкий Микрофский 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 Был дальше Вот Микрофский И уже Опять Прибежал Сюда Грод Голубом Даль Томасон Даль Это имя Томасон Фамилия Микрофский Даль Томасон Амиртон Алмандер Как укрыл Мяч И удар Ну в борьбе Там Кстати Представлю вам Запасных Не сделал я Еще эту Непростительную Ошибку В первом Тайме И позже У Спартака Резерв Сегодня Достаточно Я бы сказал Ну раз Мы живем Адзенополе Понятно Что в запасе Тоже нет Особенно Опытных Игроков Кабанов Вратарь Василюк Куприянов Эсиен Павленко И Данишевский Совсем Нам еще Неизвестный Игрок И у Финорда Вратарь Хэнк Тиммер Который Даже Играл В основе Один матч Там все Были Травмированы Ван Гастел Калу Дефисер Дос Сантос Это игроки Основного состава В общем-то Бесчастные Надо забивать Ну что ж такое-то Куда отскочил мяч Будем смотреть На повторе Где был судец Где был далековато Но боковой судья Мог видеть Если что Видимо Это спартаковский сектор Я думаю Свести Хотя возможно Я привычу Его Шумовой потенциал С их Мистру Вот это Голландцы Поют Попустил Мяс Посмотрим Куда отскочил Мяч Вот Похожие Ситуации Похожим ударом Забивал Бесчастных Нет Гола не было А Робсон Который был Ближе всех Почему-то На что Надеялся С другой стороны Правда Но может быть Действительно Судя по Робсон Будет Контервентироваться Уходит Колин Я не назвал Он двух Запасных Фейнорда Смолярека И Штрокеля Ну а вышел Ван Гастел Наверное Это означает Что Либо Пауэ Либо он сам Замыт Бесострального Защитника Геан Отойдет Направо На свою Исклонную Позицию А может быть И Амертон Тянется Направо Тоже Возможно Вполне В принципе Ван Гастел Грох Конечно Середина Поля Вот все Хорошие Игроки Ван Гастел Дефисер И особенно Кау Кау Похоже Пересел Вы знаете Позапрошлом Особенно Чемпионском Сезоне И последующем Виде Чемпионов Ну Оставлял Просто Великолепный Очень Хороший Игрок Правые Бровки Вингер Настоящий И в центре И Лидия Слезки Не управляется Но сейчас Что-то он Стал болеть А вообще Ну Может он еще Уплется А в принципе Нам всегда казалось Что это Восходящая звезда Просто Взошедшая уже Не хватает Ей только Приглашения В серьезный Путь Ну Наверное Против Калу Сработала репутация Потому что Он в юности Слыл Большим бездельником Очень талантливым Правда Может где-то Продостерегало Супер-клуба Пау Выносит дальний удар Левицкий Очень спокоен Левицкий Кстати Манерой своей игры Напоминает Очень мне Блестящего Вратаря Фейнорда В этом сезоне Перешедшего В Ливерпуле Ежи Дудека Тем что Никогда не суетится У него всегда Готовы ноги Готовы к прыжку Не начинает Ими перебирать В самый нужный момент Левицкий Кстати Почти Не допускает ошибок Особенно Приигранной Левицкий В общем Не за счет Фетастических данных Хотя он легкий Прыгучий А именно за счет Вот этого Своего качества Не говорю школы Потому что не знаю Где он учился Вообще это бывает Конечно врожденный Чувствую просто Ситуацию Да Гиан остался В центре обороны У Фейнорда Просто Эберт Оттянулся Направо-назад Ну вот Сбывается Простое предсказание Прямую Человекоманды В один мяч И продолжается Игра достаточно Остросюжетная Потому что Даже Любой Практический счет Любая Ничья Она меняет Переход От ведения В счете Одной команды К ничьей Резко меняет Положение вещей Не трески Ой какой пас Нехороший Ван Гастел Остановился Тоже человек Травмы Замыщенный Тапелло Его первым В рома Звал Тапелло Подтолкнул Подтолкнул Цехмиструка Заспал Вот он Слева ушел Направо А вы видели Цехмиструка Сегодня справа Спартак Конечно Так не играет Но в данном случае Я говорю Работоспособность Спартак Удет на всю игру И это правильно Ну конечно О чем здесь Говорит Томасом Дмитриевский Был первый На мяче Томасом Толкал Его Причем И локтем В спину А он Просто перешел На правый край Вот в чем дело После Маневра После выхода Ван Гастел Эта часть Перестройка Ну и все равно Ведерога Достаточно Работоспособна Не правда ли Идет Убежал налево Пожалуй Слева он Остается Передача вперед На бесчастных Оно Баранов Ну молодец Еще дальше Баранов Очень много игроков Бежало к этому мячу Бесчастных И вперед На Робсона Хорошо Сбыл сыгран Лучший Ну чуть-чуть Ну Это просто Сложная ситуация Здесь не бесчастных Не сдержался И Робсон Не запоздал Ну Робсон Не мог Знать что Бесчастных Сложной ситуации Ему Требуется Еще там Некий Кол времени Чтобы Справиться С этим мячом Чуть-чуть Не совпало Не сросло Ладно Бокс С этим сезоном Я на самом деле Я на самом деле тоже думаю Вот Опять Не сочтите за Умствами Но честное слово Будь я Спартакец Я имею ввиду Игроком Спартака По фамилии Ну не знаю Ну по любой фамилии Я бы тоже Я бы Честно сказать Не тоже Потому что я не повторяю У меня нет никаких оснований На тему размышлять Никаких вообще Но я бы Честно говоря Выбрал Три недели отпуска После такого сезона Может быть Я бы даже себе В этом не признался Но я бы И не такой выбор Сделал Пауэн Но даже если это и так Это только одна составляющая Картины Финорт сегодня свежее Финорт играет сегодня Хорошо Спартаку сегодня Реально трудно Можно было уповать На лучший Использь диаметов Но это же как Карта глядит Когда у нас Использь диаметов Было сильной стороной Робсон Баранов Ну Вова Ну давай Вова в глубине был В этом моменте Ну это тоже А Бесчастно Кто захромал Вот неприятность Вот это неприятность А кстати почему Может я пропустил чего Там уже Я видел что С той стороны поля Появилась Появилась Бригада Спартаковская Доктор массажист Доранов беги Там трудно было Там уже хватали Булатов направо Робсон Ой 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 Луис Робсон До силуа Наверняка Сейчас вырвало Что-нибудь По русски Правда Честно скажу Мечта жизни Взять телеинтервью Робсона По русски Он ведь говорит Он просто стесняется В общем-то Правильно делает Потому что Разумеется Знает язык Твердый Не хочет быть пойманным На неудачно Подобранном слое Обрусевший бразилец Свой парень Бесчастных Вернулся на поле Вроде бы Не хромает Или не очень хромает Так опробуют ноги Бесчастных Подрезает А там Никто не ждал Правда Робсон Побежал Своей моторностью Он тоже Этого не ожидал Митрески Имживанадзе Здесь же Сыграет Имживанадзе Вперед К ближнему И это нормально А Парфенов Уже не рискует Отдавать Кахадеру Потому что Понимая Что он может Смутиться Баранов Ой-ой-ой Как здорово Булатов И рывочек Уже захлебывался Правда Вот было Это ощущение Возможно Оно обманчивое Но оно По телевизору Так складывается Ван Гастел Босфилд Живанадзе Да Это Из любимого Вами Дзюдо Шинджиона Правда Не только Вами У нас В России Тоже любят Дзюдо Магин Ну ребята Мы На краю Холят Ну будьте Сдерживали Ведь детям Запретят Смотреть Трансляцию Хотя С другой стороны Правда Жизнь Вот такой Вот он Футбол Который Мы любим Титов А налево Это бы Сейчас дать Да Без скорости Обыграть Трудно Пас на Робсона Не прошел Не прошел И вот И вот Она Контратака Разбегается Через все поле Ржаса Оно Понимают Они до друга С полуслова В японцы Поляк Ржаса Была бы у Ржасы Правая нога Не только для ходьбы Был бы гол А с другой стороны Даба давно уже перешел С Фейнор И в другую команду Наверное Более сильная Так что все закономерно 2-1 Фейнор Впереди Часто бывает так После резвого начала Команды Забивать Перестают Вот здесь бы Справа Это да А он еще В левую ушел Ну что ж Вот и Александр Данишевский Еще один футболист Я признаться Мне Хожу на матчи Спартаковского дубля По-моему Этому парню 17 лет Точный возраст Вам не назову Ну и лицо у него Такое Молодое Молодое Хорошее Спартаковское лицо Будем надеяться Что когда ему будет 20 Он будет играть В основном составе А не в Уралане Ведь в этом Кто-то усмотрит Иронию А где-то жизнь 15 минут до конца 15 минут Кубок УФА Или Отпуск Блатов Блатов Бесчастник Баранов Подача Ну Бесчастник не может успеть Везде Эмертон От греха Подальше Он действительно Он не видит Что у него за спиной Видит Что здесь Бесчастник бежит Бывает мяч на угловой Спокойно Австралийская Значит почти Английская школа Румянец во всю щеку И у него И у Данишевского Мы этого не видим Но мы в этом уверены Подача Данишевский Главой подрезает Там Гиан Главой же И перехватывает Блатов Баранов Забегает Забегает Парфенов Ну И с ноги У Бесчастных Мяч снимает Кажется Все тот же Эмертон И он Отбивает далеко Жванадзе Жванадзе Да Баранов Там Цехнеструк Освобождается Не играют Через Цехнеструка Не доверяют Что ли они ему Или все время Все не видят дружно Что Баранов Может не видеть Я честно сказать Готов поверить Но почему Раз за разом Свободного слева Цехнеструка Не видят и то Данишевский Боролся В подкате С нарушением Кстати правило Мне считалось У Фенорда Булатов Бесчастных Здорово Данишевский Ударим Баранов Получается игра Силы есть Давайте Бесчастных Так не забивают А ведь переводить То головой Не на кого Где был Робсон Я не знаю Данишевский Далеко Анекдот Расскажу В конце Да Я во втором тайме Еще ни разу Этого не сказал Кстати После второго тайма У нас будет Третий Я не имею ввиду Дополнительное время А именно Третий тайм На программу Приглашены Футболисты И тренеры Московского Локомотива Настолько ясно Чтобы судить Нарушал ли Поптин Правила его атаки Я этот эпизод Не видел В таких случаях Я честно говоря Столен доверять Судье Потому что Оспаривать Каждое решение Судьи Без Мне кажется Чтобы оспаривать Решение Судьи Нужны основания Но их не было Не появились После просмотра Поптин А этот удар Ван Гастова Тоже Кстати Этим он славен Жан-Поль Ван Гастова Человек Который сказал Что из Фенорда Он не уйдет Никогда По собственной воле А ведь звали Звали Потом правда Травмы обрушились Это был игрок Сборной Голландии Был капитаном Тогда Сейчас уже Капитан Босфорд На правом фланге Эммертон Он прибежал сюда Подача Неважная Тянулся за мячом Эммертон Затихнул его Слишком сильно Жаванадзе А пойти Ну можно продолжить Иди Очень хороший Квадрат Сейчас можно Да еще дальше Бесчастных Это наш чемпион Это наш чемпион Это наш чемпион Он такой какой у нас есть Зачем им желать другого Если другого у нас нет Нам не стоит желать другого У нас тот чемпион Который выиграл этот чемпионат Честно говоря Орновенной борьбы Который победил Который призывал это звание В матче со своим Как выяснилось В дворе Не главным соперником Будет конечно Еще такая игра Престижа в конце С локомотивом Потому что В риге-то чемпионат Локомотив уже по-любому Собирает Слышный спорт Вот Но все равно Чемпионскую титул Это уже не по колебле А локомотив В своих амбициях На чемпионство Уже должен оцениваться Самостоятельно Не завоевал Значит Твои проблемы Всегда Так что Не нужно ставить Под сомнение Очевидные вещи Вопрос о том Хорошо или плохо Что у нас чемпион В году Государственная И та же команда Мне кажется Праздным Потому что Все это очень Разные чемпионства Вот И Очень разные Сезоны Мне это не кажется Критерием Развития Или не развития Русского футбола Мне просто кажется Что Это не связанные Понятия Вот В Норвегии Чемпион Все время Руссенбург А этот футбол Сперва развивался Теперь пошел Наскад Независимо от этого Да ладно Давайте пожелаем Спартаку отыграться 2-2 счет В его пользу Напомню Баранов подает Бесчастных Не достает Трудно было бы Ему достать Жан-Коль Ван Гастел Разнеутверждающий Кувыркается Своей штрафной Вот С кому бороться Ну кто может Бесчастных Докурки Булатов Хорошо играл Главой Давно Не видели Мы этого Павленко Вот Тоже Талантливый Парень Заиграть Было скорее За какую-нибудь Российскую Сборную Украинского Уроженца Тоже Выходит Тут хотелось Что-то Забьет Кто-нибудь Спартаковцев Сегодня Чтобы это Были 17 лет Или Живанази Который У нас не ошибаюсь Уже даже За 20 По-моему 23 Но все-таки Дебютант Но даже Если забьет Кофту В ближний Убль Целись В дальний Это будет То же самое И этого Тоже хочется Уходит Уходит Живанази Ну Это уже Замена Такая Давайте Рискнем Называется Булатов Отходит На место Переднего Защитника Естественно Он будет Уже Играть Ближе К атаке Чем Живанази Естественно Будет Активнее Чем Живанази Павлодарим Кахабера За игру Он старался У него Не получилось Особенно Поначалу Это было Важно Но Он дебютировал Сегодня Чемпионский Игент Впервые Играл На Такой Обстановке Поэтому Претензий К ним Подъявлять Неразумно Вперед 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 С левой Цехнистук Традиционно Не замечен Ковтун Но вот Вы знаете Сейчас Честное слово Подумал О том Самом Ударе Знаменитом Мне еще Очень нравится Что Ковтун Все время Разговаривать Судьей О чем И на каком Языке Язык футбола Конечно Универсален Но Им говорят Ногами Командер Все еще Есть силы Этого парня Так вот Пяточкой Глатов Играет Своей штрафной Хорошо Пяткой Гоет Пяткой Все получается Босфилд Если забьют То тоже будет Пяткой Через себя В падение Вот Данишевский На нарушение И здесь Вот этих Желтой карточек Да Конечно Сразу Вот видите Как судят Правильно судят Павлова Кажется Не надо было Дхан Ну и защитник Конечно Разве может Защитник Контр-атаки За себе За спину Игрока Пустить Осознанно Нарушал Правила Дхана Аккуратно Так положил Данишевского Не пустил Павленко Не надо Бояться Может быть Для кого-то Это последние Десять минут Спартаке В игроку Может быть Кстати Даже Для молодых Даже Не знаю Две замены Сделал Романцев Интересно Для счет Уберегает Третий Взяли Павленко За футболку Но еще Раньше Павленко Топтал В травку Шинжи Оном Бороться Молодец Нормально Парень Видит Поле Потрясающе Но В том Что касается Обранитель Он часто Проседает В частности Потеряет Он часто Стоит Хорошо Что он Работает Над собой Конечно Работает Мой Вот Исиена Выпустит Но Скоро Опуск Расскажет Друзьям Играл В виде Чемпионов Ломбардир Чемпионов Баранов Вот Диан Сегодня Очень прилично Сыграл На месте Самого Переднего Центрального Защитника Очень прилично А почему Он сыграл Прилично А потому Что перед ним Не было Каких-то Сверхозадач В каком Смысле Средней Линии Финер Да исправно Так и Спартака Встречала И то Что возникало Не требовало Какого-то Большого Опыта Игры На этой Позиции Не требовало Большого Взаимопонимания С партнером Как правило Диан Оказывался В ситуации Когда ему Нужно было Опередить Соперника Не проиграть Сему борьбу С такой Задачей Человек Играющий Даже впервые На месте Стрельзащитника Но обладающий Определенным опытом И вообще Не должен Справляться Вот Ген В целом И справился В данном случае Нарушения Правил Не было Не хочется Чтобы в конце Матча Кто-либо Получал травму Свой Чужой Или Кто-угодно Вот Александр Павренко Лицо Молодого Человека Всегда есть Жизнь Элматер Полежал Полежал И пошел Сам Больно Больно Замену Оказывают Врачи Кто выйдет Ну Может быть Колумб Нет Вышел Смолярек Элли Смолярек Знаете Второй год Всеми силами Мы пытаемся Выяснить Родстик Или неродстик Нападающему Сборной Польши Влад Зимед Смолярек И не Получается Если Кто-то Знает Скажите Безусловно Баранов Мячом Потерянный Зутебир Заканчивается Сезон Спартака Европейский Наверное Все-таки Будем надеяться Что он продолжится Но Когда бы он Не закончился Чем бы он Сейчас Не продолжился Зона Неудачная И Наверное Самое правильное О нем Забыть Закон Несхорошее Хорошее Было Хорошее От нас Не уйдет Плохое Забыть Потому что Начинается Сезон Новый Он будет Нормальным Скорее всего Стартует Как положено В феврале Раз мы К этому Не готовы Давайте Будем Избегать А что Случилось Что Стало Причиной Неудач Вы знаете Надо Это Бывает Самое Потрясающе Совпадение Я Скажу Историю Воспользовавшись Служетным Приложением Сейчас В эфире Вот Всем Известные Известные Проблемы С трансляцией На футбольном Канале Наши Вот Вы знаете Испания До сих Пор Не показываем Должны Денег Собрали Нашли Отдел В этом Работу Сутки Практически Не смыкая Глаз Одни за Другими И вот Казалось Бы Проблема Решена И представляете Вот Все Казалось И Выходит Постановление Специальное Оказающееся Разумеется Не у нас Центробанка По которому Если существуют Длительные задолженности Перед заграничными Партнерами А у нас Она длительная Необходимо Заново Лицензирование Проходить А это Еще месяц А Все хотелось Сделать Именно на этой Неделе Потому что В эту субботу Реал Барселона Не знаю Получится или нет Но вот как К этому Отнестись Совпадение Но неприятное Правда Все Теперь только о матче Фейнорд Спартак Последняя минута Начинается Уже идет Последняя минута Быть или не быть Кубку УИФА Сколько добавим Сколько покажет Сейчас Матео Трефолони Три минуты Три минуты Трефолони Третий тайм Вас ждет После окончания Матча Через некоторое время Напоминаю Футболисты Локомотивы Приглашены на эфир И тренера Савику Шустеру Ван Гастел Тянет время Достаточно умело Тут Вот смотрите Это похоже не звезд Дай ему по ногам Вот так Нарушение правил Левицкий говорит Идите Ну идите Идите Мужику Ферри Дехану Слушая наше дыхание Булатов Это уже и там Цехниструк Кофтун Свистите Свистите Не ваше это дело Баранов Баранов Ну куда ж Ну Баранов Левицкий Наверняка помнит Да Как всех ходил в тверд Да Вот Нет конечно Та победа Над Спартак И упущена Никакого отношения К этой ситуации Не имеет Если бы даже она была Это все Спартак бы не устроил Нарушение правил Павленко Ну вот сейчас Левицкий Ну давай Ну вот Хочется это увидеть Просто Хочется увидеть Что это была игра Через не могу А не через не хочу Мы же никогда не узнаем Как это было на самом деле Правильно Хочется это увидеть Какое-то зримое Вот то что можно Обсуждать Да пришел Левицкий Спасибо Конечно это мощный Вратарям Полезно приходить В штрафную чужую Эмертон С Левицким Здесь стоит Показывайте Показывайте нам его Ну сравняйте Просто так Всему Вот Чтобы Это один момент Получился Нет Не шанс Такой Показывает Цепь не струк Коавтон Ох Не надо здесь Финтить И казалось бы Коавтон Сделал все правильно Но время матча Истекло Да Грациано Чезаре Грациозно Сдувает Что-то там С каблучка Со свистка Со свистком Со свистку Финорт выигрывает 2-1 Финорт в кубке УИФА И кольцевая композиция Кристиан Гиан На неизвестном нам Но неизвестном кому-то Языке Благодарит Господа Бога Поблагодарим его И мы За то что это Закончилось И забудем об этом Анализировать мы Это не можем Так вот Анекдот Очень быстро Вы знаете Это нереальная ситуация Просто как анекдот Проигрывает Спартак В Москве Баварии И приходит Опять конференция Неожиданно Все ждут Грозный придет А приходят Президент Аши Львов И Романцев Все замерли Ждут Чем все Как так Что неожиданно Вдруг Пришел сам Романцев Двигаются стулья Микрофоны И неожиданно Песташе говорит Извините Грозный Заболел До свидания Играйте в футбол Ваш кандидатр Василий Виктор Субтитры сделал DimaTorzok